Озвучено и выпущено на канал при поддержке на Бусти и Патреон. Глава 18. Четыре стихии. Зал ни капли не изменился. Площадка для проведения боёв была выложена бетонными плитами. По обе стены поднимались балконы для зрителей, а табло всё так же ярко светилось напротив массивного входа в помещение. Но больше всего привлекало внимание скульптура двух ладоней, соединённых вместе и образующих символ концентрации. Наруто осмотрелся по сторонам, высматривая знакомые лица. И их хватало. Гаара, что всё время старался находиться между братом и сестрой, сейчас вертел головой. И было непонятно, его интересуют участники или новое место. Шикамару со своей командой был потрёпан. Видимо, только сегодня смогли добраться. И судя по всему, они также приняли радужное приветствие от мирных соседей. Узумаки хмыкнул, понимая, уж если этот Рио и не вышел победителями, то точно оставили противников в дураках. Киба поглаживала щенка у себя на руках, всё время поглядывая на Сакуру. Девочка была бледнее обычного, погружённая в свои мысли. Видимо, она тоже увидела что-то такое, что никак не вписывалось в её представление о жизни Шиноби. И самым притягательным был темноволосый парень, взирающий на всех свысока, даже каким-то пренебрежением. Нэджи был предельно собран. На нём, как и на его команде, не виделось следов прохода через лес смерти, ни усталость, ни порезав синяками. Складывалось ощущение, что они были здесь с самого начала и просто дожидались других участников. Наруто не знал, как сложилась история в этот раз, был ли жив Хизаше, отец мальчика, и был ли сам парень причислен к числу побочной ветви. Законы Хьюга не были распространены среди жителей Канохи, а спрашивать у Хинаты значит вызвать подозрение своей осведомлённостью. Я рад приветствовать всех, кому второй этап оказался по плечу. Минато появился перед толпой неожиданно, словно откуда-то спешил. Под его глазами виднелись тёмные мешки от недосыпов. Он явно в последние дни мало покидал работу. Но Узумаки мало волновало это. Он давно знал, что кресло Хокаги – это не показатель твоей силы или признания другими. Это бремя, которое медленно и верно высасывает из тебя все соки, делает твою жизнь монотонной и однообразной, делает близких тебе людей несчастными. Эта должность не стоила той платы, которая взымала с человека. Здесь, в этой башне, собрались достойнейшие представители своих селений. Глаза Минато устремились на правый балкон, где одиноко стоял красноволосый мужчина. И это заставило щеку Хокаги дёрнуться, которые доказали свои умения и верность поставленным задачам. Четвёртый увидел, как Нагата подошла кушина и что-то начала говорить. Это мешало сконцентрироваться на своей речи. Он должен был знать о сути разговора. Должен был быть уверен, что жена не скажет лишнего или что могло быть хуже, пообещает. Подавляющее большинство с необходимым терпением слушали речь правителя. Но между рядами генинов уже начал гулять шёпот. Нарта внимательно следил за отцом и за тем, куда он всё время смотрит. За его спиной решалась его судьба. Он был в этом уверен. И это заставляло Узумаки нервничать. Сейчас он был относительно свободен в своих действиях. Но кто знает, что может предпринять его семья для того, чтобы удержать в канохе его. Нагата сделала свой ход. Даже не дождавшись моего ответа. В принципе, это было предсказуемо. Он бы не тащился в такую даль только ради попытки переманить меня. А это уже мне не нравится. Зачем связываться с великим селением ради ребёнка? Пусть даже он приходится тебе кровным родственникам. Что-то твой отец уж больно рассеян. Хинато наклонилась к самому уху парня, чтобы никто больше её не услышал. Хм, может быть что-то случилось? Как можно более неуверенно ответил ей Нарута. Наверное, ты прав. Видок у него не лучший. Согласно кивнула девушка, а потом повернула голову в другую сторону. Но больше меня смущают те ребята из облака. Последняя группа из Кума подключился к разговору Саски, как только услышал, что Хокаги вновь заговорил. Думается мне, что они не простили нам своих ребят. Плевать на них. Грубо отрезал Нарута, чем вызвал удивление у своих товарищей. Они впервые слышали, чтобы он так относился к кому-то. Третий тур через месяц, вы слышали? А до этого никто из них не осмелится что-нибудь сделать. Добавил Нарута. Но чувство у меня такое, что ты был бы не против. Хмыкнул Учиха. Но Нарута ничего не ответил. Трое генинов пугали его меньше, чем неизвестное будущее. В следующий раз мы с вами встретимся за два дня до начала последнего этапа. Там мы проведем жеребьевку и объявим результаты полученной таблицы. Минато поклонился и ему ответили тем же 24 человека. Оттачивайте свое мастерство и будьте готовы. Победа любит подготовку. Хукаге исчез в вспышке света, оставляя генинов и их наставников на попечительство своих людей. Сейчас у него были дела поважнее. Поляну освещало солнце, приятно согревая кожу. Природа дышала вокруг жизнью и благоухала. Находиться здесь было приятно как телу, так и духу. Иошикезу покуривал трубку с интересом рассматривая глаза Нарута. Он молчал уже несколько минут, погруженный в свои мысли. Это было для него весьма занятным зрелищем. Подозреваю, что их цвет отображает стихию, которую ты используешь для своих техник. Наконец-то заговорил ящер, стряхивая на землю пепел. Ты говоришь, что направлял симбиоз своей чакры природной в почву, контролируя формирование дзюцу образами в голове? Да, я не сразу почувствовал это. Было необычно, будто я стал частью земли и мог по своему желанию придавать ей любую форму. Кивнул Узумаки, закрывая глаза. Когда он их открыл, они снова стали синими. Вы когда-нибудь слышали о таком? Хм, я бы сказал, что даже видел подобное. Задумалась рептилия Мунштуком, почесывая подбородок. Были и другие? Удивился Нарута, приоткрыв рот. В прошлой жизни ему не доводилось слышать о таких манипуляциях. Хотя видел и знал он достаточно много такого, что обычным людям и во сне не придет. Я же говорил тебе, если ты забыл, что я давно не видел синина подобной силы, прокряхтил Яшикезу. Да, было до тебя еще четыре человека, которые могли проворачивать подобное, но это никак не отображалось на их теле. Более того, у них ушли годы, чтобы освоить это в полной мере с одной стихией. Так вы думаете, что ты шагнул куда-то дальше и можешь так же использовать и другие? Перебил его ящер с ухмылкой. Да, я так думаю. Земля твоя первая и родная стихия. Скорее всего, только на ее подчинение уйдет немало времени. Тело сильно болело после. Да, было чувство, будто провел многочасовой комплекс упражнений. Значит, нужно делать упор на физические нагрузки. Земля уважает силу. Она найдет любую, даже самую маленькую брешь и сокрушит тебя. Без режима отшельника не советую тебе прибегать к этому вообще. Боюсь, твое тело просто не выдержит. Значит, еще вода и воздух? Задумчиво протянул Наруто. А может... Вперед. Кто я такой, чтобы тебя останавливать? В конце концов, найду другого такого же занимательного человека. Улыбнулся Иошикезо. А вы оптимист. Пробурчал Узумаки, завалившись на спину. Или вам больше нравится реалист? Больше мне нравится, когда ты думаешь головой, а не тем местом, на котором сидишь. Проворчала рептилия. Иошикезо вытащил из кармана своей жилетки маленький мешочек и выудил из него когтями щепотку табака. Переизбыток природной энергии в теле меняет его на клеточном уровне. Чаще всего ты превращаешься в животное, у которого обучался. Потом в камень. Но бывали и случаи, когда человек просто распадался крововой лужицей. Ты на 80% состоишь из воды. Поэтому сам подумай. А ветер? Кто знает. Раскуривая трубку, ответил ящер. Может станешь нематериальным и тебя унесет ветерок. Я много всякого повидал, но все же не все ведущ. Ой, понял. Наруто закинул руки за голову, рассматривая облака. Возможные перспективы удивляли и пугали одновременно. Но тотемное животное говорило. Верно. Не нужно прыгать выше головы. Последствия этого могли быть самыми плачевными. Тогда вынужден откланяться. У тебя гости. Легкий хлопок и белую дымку подхватил ветер, рассеивая ее по поляне. Узумаки же не поднимался, чтобы узнать, кто решил навестить его. Это мог быть Киоши или кто-то из Санинов. На худой конец. Никого из них он не видел уже почти неделю. Другие просто не знали, где его искать. Вижу, совесть не грызет тебя. Наруто прищурил глаза, пытаясь вспомнить, где он мог слышать этот голос. Но в голову ничего не лезло. А разве есть причины? Спросил Наруто. Он уже начал впитывать природную чакру. На это ушло не больше пяти секунд. А следом от его собеседника ударила волна гнева, хорошо скрытого, спрятанного за маской спокойствия. И тут начало приходить понимание. Кровь двух парней и девушки. Сквозь зубы ответил гость, потихоньку давая волю своим чувствам. Еще одна, которую ты отметил до конца жизни, отрезав ей руку. Пускай попробует обратиться в сону. Может быть какой-нибудь марионеточник сжалится? Без эмоций произнес Узумаки. На него сейчас давили жаждой крови и укорами, которые были не к месту. И это злило. Смеешься? Они не заслужили этого. Они не заслужили, чтобы сейчас какой-то парень пытался оправдать их поступки. Прорычал Наруто, поднимаясь на ноги. Парень напротив него вздрогнул, заглянув в изменившиеся глаза. Мои друзья. Они хотели их убить. Убить моих друзей. Забрать глаза как трофеи. Принести пользу своему усилению. Что же, теперь они принесут горе своим семьям. Добавил Наруто. Я убью тебя. Темная кожа мальчика хорошо контрастировала с белоснежными короткими волосами. В его черных глазах плескались ненависть и непонимание. Он не понимал, как его друзья, с которыми он весело говорил пару дней назад, теперь лежат в деревянных гробах. Не понимал, почему наставники этих команд ничего не пытаются сделать. Не понимал, почему девочка, которая до приезда сюда искрилась жизнью, сейчас была подобна призраку. Ее пухшие от слез глаза не выходили из головы даже во сне. Из головы не выходило, как монстр. Что сотворил такое, может продолжать спокойно жить. Он не понимал, как путь шиноби, что он избрал для себя. В самом своем начале уже принес ему столько боли. Если мы встретимся на арене, то у тебя будет шанс. Наруто развернулся к нему спиной и зашагал прочь. В этом разговоре не было смысла. Даже если не там, то я найду тебя, клянусь. Боюсь тебя разочаровать. Узумаки замер на месте, покосившись на гостя из облака. Но когда мы в следующий раз скрестим оружие, ты умрешь. Хината неспешно шагала по коридорам особняка клана Хьюга. Ее тренировка была в самом разгаре, когда служанка просила ее явиться в кабинет главы. Девушка не до конца понимала, что могло произойти, что отец пожелал ее увидеть. Поэтому, быстро приняв душ и сменив одежду, она сразу же направилась к нему. Аккуратно постучав в дверь и услышав разрешение, она вошла. Хиаши сидел за столом, внимательно изучая свиток в своих руках. От глаз Хината не скрылась печать Хокаги, что почти испарилась после вскрытия. И теперь она еще больше не понимала происходящее. «Садись!» Коротко взмахнул ладонью старых Юга, указывая на кресло слева от него. «Как твои успехи?» «Работаю еще много, отец, поэтому я не совсем понимаю, зачем нужно было меня отрывать от тренировки», ответила девушка, присаживаясь напротив него. Мужчина не спешил говорить, еще несколько раз прочитав послание. «Скажи, что ты думаешь о Наруто на Микадзе?» Вопрос поставил Хинату в тупик. «Не совсем поняла тебя, папа». «Твое мнение о нем, как о человеке и шинобе в целом». «Надежный, ответственный, пунктуальный. В перспективе может занять кресло Хокаги». Тут же затороторила девушка на автомате. Ее отец не любит голословить. «Даже так?» Усмехнулся Хиаши, отложив в сторону свиток и внимательно посмотрев на свою старшую дочь. «Он умный и сильный. Я лично видела его бой в лесу против четырех противников, но слишком закрыт для других, старается держаться подальше от людей. Я бы даже сказала, специально отталкивает их». «А тебя?» Хиаши следил из реакции Хинаты, чтобы ничего не упустить из виду. «Я...» Она запнулась, пытаясь вспомнить все время, проведенное с Наруто, и сформулировать свой ответ. «Я не знаю». «Ты знаешь, что он освоил Сэнзюцу?» «Да». Кивнула девушка, до сих пор не в силах забыть те черные глаза с медной радужкой. «А как зовут его мать, знаешь?» «Кушина на Микадзе». «Сейчас, да. Но раньше она была Узумаки». Зрячки Хинаты слегка расширились. Она когда-то читала про них в клановой библиотеке. Но также там было сказано, что Узумаки были уничтожены во время Третьей войны. «Вижу, что фамилия эта тебе знакома». «Да, знакома». Сомневаюсь, что в наших записях это есть. Но раньше многие кланы хотели заручиться поддержкой Узумаки. Решил копнуть немного истории Хиаши. Девушка хотела задать вопрос, но вовремя остановила себя. «Их кровь Хината очень сильна. Узумаки были известны свои сильные чакры и долголетия. Есть и другие моменты, но они не столь важны. Ты понимаешь, зачем я это говорю?» «Не совсем», – осторожно ответила она. «Наруто полукровка, но Генузумаки так силен, что не обошел его стороной. И этому есть яркое доказательство. Сэнзюцу. Бессильные чакры этим искусством не овладеть. Иначе бы санины были бы сплошь и рядом». Хиаши скрестил пальцы на столе. «Недавно в конуху явился выживший брат Кушины. Он хочет забрать Наруто с собой». «Как забрать? Куда?» Подскочила Хината, чем вызвала улыбку своего отца. «Эм, прости». «Неважно куда, неважно зачем. Ты ведь сама видишь, что в перспективе Наруто станет очень влиятельным человеком. Как в Канохе, так и в Стране Огня. Но это при условии, что он останется здесь. Теперь понимаешь?» «Я...» Неожиданная мысль вспыхнула в голове Хинаты, подобно молнии. «Свадьба?» «Законы запрещают нам браки на стороне. Я не хочу насильно заставлять тебя, но...» Глаза Хиаши сузились. «Подумай о тех перспективах, которые в итоге получишь ты сама и твои дети». «Но здесь же не только это...» Выдохнула девушка, начиная осознавать всю картину в целом. «Умно. Молодец. Да, этот брак даст привилегии клану в целом». «Даже если я соглашусь, то что скажет сам Наруто?» Уже серьезно спросила Хьюга. «Действительно хороший вопрос. Кивнул глава клана. Но он целиком и полностью зависит от тебя». «От меня?» Брови Хинаты поползли вверх от удивления. «Если ты хочешь, если он тебе нужен, то сделай все, чтобы привязать парня к себе». Хиаши прикрыл веки и шумно вдохнул. «В ином случае, боюсь, Наруто покинет Каноху». Продолжение следует. Конец 18 главы. Конец 18 главы. Продолжение следует...